Привет, судья Рудрук, на связи Павел Тернышов и в этом видеоролике я бы хотел подробнейшим образом ответить на такой вопрос Зачем вам нужен индивидуальный инвестиционный портфель? И нужен ли он вам вообще? Итак, поехали! Как можно каждую неделю выигрывать по 1000 холянных рублей всего лишь навсего, будучи подписчиком моего YouTube канала? Подробности по ссылке в описании Многие мои подписчики, клиенты, когда я с ними общаюсь, дают мне сразу встречный вопрос Павел, вот я начинающий инвестор и зачем мне твой индивидуальный инвестиционный портфель? Скажи мне лучше, куда мне вложить свои бабки? Я вложу их и буду получать проценты и счастливо жить, как говорится, припевающе на пляже, пить коктейль какой-нибудь Ну и, собственно, в этой видеоролике я хочу вам пояснить как раз-таки, почему вариант вложить куда-то просто бабки и получать проценты не всегда прокатывает А вот вариант создать грамотный инвестиционный портфель и инвестировать портфельно прокатывает всегда Начать, наверное, стоит с того, что если вы спросите, наверное, любого профессионального инвестора и общеизвестного Что вы будете делать, когда потеряете все свои деньги, чем вы будете заниматься? Он вам ответит, что такого никогда не произойдет Профессиональный инвестор никогда не потеряет все те деньги, которые у него есть Вопрос, почему? Ответ, потому что он инвестирует грамотно, портфельно, сбалансировано Не может быть такой ситуации в мире, когда все активы обесценятся Абсолютно все Такого не было еще в истории ни разу, ни разу и, скорее всего, не будет Да, могут обесцениться какие-то валюты, могут обесцениться какие-то инструменты Какой-то хаос начаться в мире Но так, чтобы все одновременно упало То есть как биржевые, так и небиржевые активы Как там драгоценные металлы, ликвидные товары Но не может быть такого, чтобы все обесценилось В любом случае, даже если все финансовые инструменты, которые вы знаете Если они обесценятся по какой-то причине То в любом случае останутся ликвидные товары, которые всегда будут ликвидны и в цене Ну это те товары, без которых человек, собственно, жить не может И эти инструменты тоже профессиональный инвестор должен рассматривать И добавлять в свой портфель, как для низкорисковой части портфеля Но это уже, опять же, вопрос того, насколько глубокий и насколько диверсицированный портфель Вы хотите создать и позволяет ваш, собственно, капитал начально сделать это Суть какая в том, что если мы создаем портфель и инвестируем портфельно В разные активы, в разные инструменты То никогда в вашей жизни не будет такой ситуации, что вы потеряете все и сразу Не будет такой ситуации И вот тут задайте вопрос себе Хотите ли вы, чтобы такая ситуация в вашей жизни произошла или не хотите? То есть если для вас это нормально, инвестировать, инвестировать, а потом все потерять Ну тогда, может быть, и не нужно вам инвестировать портфельно Но если вы считаете то, что инвестировать нужно так, чтобы все не потерять сразу Остаться хотя бы с какой-то долей, частью капитал Тогда инвестировать нужно портфельно То есть комплексно подходить к этому вопросу Выбирать разные инструменты, которые работают с разным уровнем риска В разных валютах, в разных рынках, в разных нишах, в разных странах и так далее Диверифицироваться можно по очень многим критериям и параметрам И чем больше этих параметров и критерий присутствует в вашем портфеле Тем он более сбалансирован, более диверифицирован И тем меньше шансов того, что в вашей жизни наступит такой момент Когда вы проснетесь и вы остались без денег Вторая причина, по которой вам нужен индивидуальный инвестиционный портфель Звучит следующим образом Для того, чтобы ваши нервы, уважаемые, были в порядке И чтобы вы сильно не переживали, когда будут происходить качели и американские горки на финансовых рынках То есть нужно понимать, что все инвестиционные инструменты подвержены вот такой штуке, грубо говоря Цена на них все время то изменяется, то растет То зарабатывают они, то теряют И если в вашем портфеле весь ваш капитал находится в одном, либо в двух инструментах То может произойти так, что вы в один миг можете очень львиную долю капитала своего потерять То есть он может просесть А потом он может резко вырасти А потом может опять резко просесть И если у вас в портфеле один, либо два инструмента таких, либо три И они еще относятся к разряду среднерисковых, либо высокорисковых То это очень и очень, скажем так, эмоционально возбужденная будет жизнь у вас Потому что вы будете регулярно видеть, как ваш капитал то растет, то падает, то вы зарабатываете, то теряете И это происходит со всем вашим капиталом А когда львинная часть капитала вашего работает в консервативных инструментах В более низковолатильных инструментах В нескольких инструментах То в этом случае не будет вот этих качель по вашему капиталу Плюс, минус, доход, убыток, заработал, потерял на коне, под конем Ваша жизнь просто будет более спокойной Более размеренной, более умеренной, более прогнозируемой Ну и соответственно вы просто жить будете дольше А когда вы будете из-за дня в день видеть вот эти качели Колебания вверх-вниз Там что-то выросло, что-то упало То вы будете постоянно нервничать, переживать Ну и вследствие этого ваше качество жизни будет просто падать Вы будете чаще болеть, чаще беспокоиться, хуже спать Ну и все, что из этого вытекает Ну и здесь соответственно ресурс здоровья будет расходоваться Который, как правило, невосстанавливаем и невосполним в нашей жизни Поэтому, если вы хотите позаботиться о своем здоровье О сенспокойствии Инвестируйте портфельно в разные инструменты И как можно более консервативные Для того, чтобы прибыль была небольшой Но стабильной, регулярной, спокойной Вот конечно, если вы готовы пойти на определенный риск Да, вы можете выбирать не только консервативные инструменты Можете выбирать и умеренные инструменты И агрессивные инструменты Но если уж вы на это идете То пути добры хотя бы диерифицировать эту часть портфеля То есть добавить несколько умеренных инструментов Несколько высокорисковых инструментов Чтобы если и будут эти качели вверх-вниз Чтобы они не со всеми вашими деньгами сразу происходили А только с одной десятой Либо с одной двадцатой частью Либо с одной пятой частью Все равно будет намного спокойнее Когда ваши деньги работают в пяти разных инструментах Пусть даже высокорисковые Нежели чем в одном, либо двух Согласны? Потому что если ваши деньги работают в одном, либо в двух инструментах И в каком-то из них начались проблемы То вы будете ой как сильно переживать Когда начнутся вот эти самые проблемы А когда это будет с одной пятой частью вашего капитала Либо с одной десятой частью вашего капитала Вы скажете Ну да, как-то не весело сегодня Ну ладно, завтра будет веселее Чего там одна десятая часть капитала Даже если потеряет, да И отработает за полгода там Либо за три месяца эту часть капитала Ну все нормально То есть не будет переживаний Строится, жизнь будет более спокойной Вот это вторая причина То есть первое Если вы не хотите остаться без денег А вторая Если вы хотите, чтобы ваша жизнь была более спокойной Умеренной Комфортной И прогнозируемой Ну и третья причина Звучит так Инвестируйте портфельно Если вы хотите сделать все сразу правильно И не допускать ошибок Если вы инвестируете сразу в один Ну начнете процесс инвестирования С одного, либо с двух инструментов То, как я уже сказал Может произойти так Что вы можете все потерять И соответственно Если это произойдет с вами Не дай бог И произойдет еще очень скоро Так что вы не успеете отбить То, что вложили То, скорее всего После этой потери Вы разочаруетесь В принципе в инвестировании И еще Ой, как долго Не будете вообще инвестировать Свои деньги То есть Не то, чтобы Наперед Мы даже загадываем Что когда-нибудь там с вами Что-то произойдет Вы останетесь без денег То есть это может произойти Очень скоро Если это произойдет с вами То вы можете поставить Вот такой жирный крест На инвестировании И сказать Павел Да ну ее Нахер это инвестирование Пошел ее на работу Нормально Либо там Что-то подобное Либо Павел Такой плохой человек Посоветовал мне Такой один там Либо два плохих инструмента Или я увидел На его блоге Инвестировал Да И соответственно Он Я потерял там Все Плохой блог Плохой Павел Плохие инструменты Все не работает Пойду чем-то другим заниматься То есть вот Вследствие вот этого Неправильного Непрофессионального подхода Вы можете просто-напросто Больше никогда Не продолжить инвестировать Если неправильно Начнете инвестировать В этом ключевая ошибка Начинать инвестировать Нужно правильно Только при правильном Начале При правильном подходе Можно говорить О каком-то успехе Прогнозировать Какие-то ваши Результаты В будущем И составлять Какие-то долгосрочные Финансовые планы Если это будет Немного инструментов Один-два Если они будут Высокорисковые Либо среднерисковые То это больше Похоже на Попробовал А не на то Чтобы инвестировал Профессионально Портфельно И на долгосрок Разница я думаю Тут налицо Поэтому Вывод какой? Вывод такой Что если вы хотите Сделать сразу Все правильно Не остаться В один миг Без денег Чтобы ваша жизнь Была более спокойной Умеренной Комфортной И чтобы ваши Доходы были Более прогнозируемой И предсказуемой То инвестируйте Портфельно А не в какие-то Одиночные инструменты Надеясь Что там они Выстрелят И вы заработаете Много Сразу Или будете Зарабатывать Долго И стабильно В них Даже если вы Инвестируйте Эти консервативные инструменты Разряды Разряды Высокорисковых Либо Среднерисковых Это шансы Того что Ваша карьера Инвестора Может закончиться Очень быстро То есть шансы Очень велики На этот счет Поэтому Моя рекомендация Начинайте Инвестировать Сразу Портфельно Профессионально Грамотно Но если вам Нужна помощь В составлении Вашего Инвестиционного Инвестиционного Портфеля И вы не можете Самостоятельно С этим справиться То записывайтесь Ко мне на Консультацию И я вам Помогу составить Ваш портфель Который будет Соответствовать Вашим целям Вашим желаниям Вашим требованиям Ну и в общем-то Чтобы вам было Комфортно Удобно И радостно Работать с этими Инструментами И заниматься Инвестированием Поэтому если Не можете Самостоятельно Либо Если есть какие-то Я вам в этом помогу Записаться на консультацию Можете прямо сейчас Нажав на Восклицательный знак В верхнем правом углу Нажимаете на него Вас система Передрессует на страницу На которой вы можете Либо сразу Оплатить эту консультацию Либо оформить заявку И дальше я с вами Сожжусь по почте И мы обсудим Там детали Подробности Назначим удобное Для вас время Дату Вопросы Обсудим Которые вы хотите Обсудить на консультации И так далее Поэтому инвестируем Портфельно И получаем Стабильные Прогнозируемые Результаты В инвестировании И наслаждаемся Этими результатами На этом у меня все Если вам понравился Данный видеоролик И он был для вас Полезен и интересен То ставьте под ним Лайк И подписывайтесь На мой YouTube канал Если хотите И дальше продолжать Получать другие Интересные и полезные Видеоролики По теме инвестирования Если же у вас Остались какие-то вопросы Либо вам что-то было непонятно То задавайте Эти вопросы в комментариях Прямо под этим видеороликом На комментариях Своих подписчиков И зрителей Я всегда отвечаю На связи был Павел Чернышов И до встречи В следующем видеоролике Которые выходят На моем YouTube канале Каждый вторник и четверг В 18.00 По Москве Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok